Ну что, будем начинать? Тогда мы начнем. Наше сегодняшнее занятие продолжает вторую часть курса и непосредственно предыдущую тему. Названо оно «Перевоплощение Содома в Танахе. Внутри библейской этипологии». Мы немножко занимались внутри библейской этипологией в прошлый раз. Сегодня продолжим. Поговорим о том, как Содом становится фактически нарицательным понятием, нарицательным именем, которое обозначает грешника вообще. При этом воплощение этого грешника бывает самое разнообразное, как мы увидим, читая сегодня тексты. И в конце занятия мы зададимся вопросом, почему именно Содом? Итак, начнем мы с того, что представим несколько текстов, где Израиль предстает перед нами, как новый Содом. Начнем с Торы, естественным образом. В книге «Разакония» Деварим, 29 глава, появляется следующий текст. «И скажет последующий род дети ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидят бесствие той земли и недуде ее, которыми поразил ее Господь. «Серая соль, пожарища вся земля, не засевается и не произвращает она, и не всходит на ней никакая трава, как по искреблении Содома и Аморы, отмыет свое има, который не впроверг Господь во гневе своем и ярости своей. И скажут все народы, за что сделал Господь так с этой землей, за что пыл этого великого гнева, и скажут за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, которые он затучил с ними, когда он вывел их из земли Египетской. И пошли и служили богам иными, поклонялись им, богам, которых они не знали, которых он им не уделял, и воспылал гнев Господа на землю ту, чтобы навести на нее все проклятие, написанное в книге этой. «Изгнал их Господь из земли, в гневе ярости и негодования великими, забросил их в другую землю, как это ныне». Наверное, надо сказать несколько слов о книге Дворин в целом, которая, естественно, представляет собой нечто особенное, если сравнивать с четырьмя другими книгами Торы, поскольку она представлена как завещание Муша перед смертью. Большая часть этой книги – это речь Муша. И в центре этой речи главный фокус речи сосредоточен на том, что перед Израилем встает некий выбор. С одной стороны, идти по пути, который предлагает Господь, по пути добра и жизни, а с другой стороны, по пути отхода от заповедей Бога, и, соответственно, это путь злой смерти. Таким образом, в этой книге более чем, может быть, в какой-либо другой Торе подчеркнута идея свободы выбора и одновременно ее противоположность. Когда мы говорим о такой религии, как иудаизм в целом, в частности, библейская вера, то мы сталкиваемся с очень острой проблемой, встающей перед нанотеистической религией, а именно, как сочетать свободу выбора с одной стороны и всеведение Бога с другой стороны. Проблема, которая потом решалась делать попытки ее решить на протяжении всей истории еврейской мысли, особенно начиная с философии Средних веков. Проблема, которая в сущности так и не была решена до конца, но в книге Второзакония она заявлена с большой остротой, потому что при том, что Моше предлагает некий выбор, при этом он произносит пророчество, пророчество мрачного характера, согласно которому предрешено Израилю согрешить, отпасть от Бога, и результатом этого будет то, что мы видим в нашем тексте. И вот это, можно сказать, вилка, с одной стороны, возможной свободы выбора, а с другой стороны, пророчество о том, что неизбежен отпад Израиля от Бога. В конце концов этот отпад приведет к возвращению Израиля к Богу вновь, но эта вилка очень характерна для книги Второзакония. И в рамках вот этого мрачного пророчества мы и наблюдаем то, что написано в нашем тексте, уподобление Израиля в будущем, Содом. То, что произойдет с Израилем и с землей Израиля в результате того, что Израиль согрешит, сравнивается здесь с Содомом и будущие поколения, а также те, кто придут, и народцы, которые придут из далеких стран и увидят, во что превращена эта цветущая земля, которая в другом месте сравнивается с Саном Господним, а Содом сравнивается с Саном Господним. Он в изумлении будет взирать на эту разруху и задавать вопрос, за что это. Ответ понятен за грех, совершенный Израилем. И в результате перед нами повторение Содомской истории. Земля, уже не только отдельный город, а вся земля Израиля превращается в Содом. С той лишь разницей, эта разница очень существенная, что Содомское обедствие необратимо, в то время как разрушение Израиля, и его изгнание, и наказание в результате, в конечном счете, приведут к раскаянию и к возвращению Израиля к Богу. Это единственное место в Торе, где Израиль сравнивается с Содомом, зато у нас есть довольно много таких мест в пророческих книгах. И следует начать с самого первого из пророков, которые оставили по себе память в виде книги. Это пророк Амос, живший в 8 веке до новой эры, родом из Тко, но деятельность его протекала на Северном царстве в Бейтеле. Я вижу, пришел вопрос от Александра Абрамовича. Под Израилем в дворим понимается Северное царство. В непосредственном контексте нет. При том, что очень многое в книге Дворим действительно генетически, так сказать, связано с историей Северного царства, книга Дворим обнаруживает довольно много связей с книгой Северного пророка Ошеа. И делаются в библиистике различного рода исторические реконструкции, которые пытаются связать так или иначе, так сказать, публикацию книгу Дворим во времена царя Иошияу с падением Северного царства и появлением в Иудее беженцев севера. Но в непосредственном контексте книги Второзакония под Израилем понимается народ Израиля в целом. Не делается разделение на юг и на север. Израиль в целом тот Израиль, которого Моше привел к границам земли Абитавады. Вот. Так вот, возвращаясь к Амосу, Амос как раз говорил об Израиле Северном. Амос обращался главным образом к Израилю, к Северному царству. Он жил накануне, можно сказать, разрушения этого царства, хотя во времена самого Амоса еще, казалось бы, ничто не предвещало такое разрушение. Он пророчествовал во времена царя из династии Иегу Иеравама, сына Юаша, царство которого было довольно благополучно. Он даже расширил границы Израиля. И тем не менее, Амос предрекал скорое падение царства, что, в общем, и произошло через несколько десятилетий, в результате того, что Ассирия вторглась на территорию Израиля и фактически положила конец существованию этого государства. Так вот, Амос в 4 главе говорит такие слова. «Незверг я многих из вас, как Бог, Незверг, Содом и Амур». А, когда мы говорим о Содоме, следует всегда помнить, что городов несколько, в разных текстах упоминаются разные города. Обычно упоминается пара Содом и Амура, погибшей тогда. И вот Амос говорит здесь, что тут важно, может быть, обратить внимание на текст оригинала, потому что в оригинале сказано «Афахтибаххем кемахмахмахпехат элухиметсдом в этом ура». Глагол этот для «фох» действительно появляется в рассказе о Содоме в 19 главе книги «Гаришит». Глагол этот, таким образом, маркированный, значащий, и вообще выражением «атэхатсдом до Амура», «Незвержение Содома и Амуры» становится своего рода идиомой в библейских текстах. При этом есть всё-таки разница. Израиль играет в каком-то смысле одновременно роль как Содома и Амуры, так и лота, выведенного из зоны бедствия, потому что он говорит «И были вы подобны головне, выхвачены из огня. Однако вы не возвратились ко мне, сказал Господь, поэтому я так и поступлю с тобой, Израиль, и так я сделаю это с тобой, готовься к встрече Бога твоего». И дальше следует пророчество довольно грозного характера. Так или иначе, мы видим снова сравнение Израиля с Содомом. Следующий наш текст – это текст пророка Ишаяу, который откроет нам некоторое окно на то, собственно говоря, на чём основывается метафора сравнения Израиля с Содомом. Итак, текст первой главы Ишаяу, сына Амоца, который пророчествовал в Иудее в VII веке до Новой эры, скажем так, в конце VIII в начале VII века до Новой эры, то есть примерно на 50 лет позже Амоца. И вот он обвиняет свой народ в различного рода прегрешениях и говорит, «Если бы Господь, воин, не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, чем Содом, уподобились бы Аморь. Слушайте слово Господне, властители Содома, в немли Тори Бога нашего народа Амора». Если применить здесь в каком-то смысле деконструктивный подход, то мы видим, что Ишаяу в различном смысле подрывает вторым стихом то, что он сказал в первом. В первом стихе он сравнивает Израиль с Содомом, но при этом говорит, что Израиль всё-таки не Содом, потому что Бог оставил Израилю малый остаток. А, кстати, что за этим стоит, следует иметь в виду вполне конкретное историческое событие. Осада, который подверг Иерусалим, Сан-Хириб, царь эссирийский в 701 году до новой эры. Осада, которая потерпела в результате неудачу и Сан-Хириб оставил как Иерусалим, так и Иудею. Это описано в Танахе в нескольких местах, в том числе в самой книге Ишаяу. Мы сейчас не будем углубляться в этот вопрос, но, как говоришь, что это о малом остатке, подразумевается именно это, потому что Сан-Хириб совершенно разрушил Иудею, в том числе второй по значению город Иудеи того времени Лахиш, захватил его. И Иерусалим действительно является малым остатком, выражаясь языком Амоса, той же головнёй выхваченной из огня. Так вот, в первом стихе Ишаяу проводит различия между Израилем и Содомом, а во втором он создаёт метафору, в которой отождествляет Израиль с Содомом. «Слушайте слово Господне, властители Содома, гнины тори Бога нашего народа Моры». И под властителями Содома, естественно, подразумевается царь Ишияу и его ближние, царицы и в то время в Израиле, царь, который, кстати, в книге царей последовательно изображается как царь праведный, и тем не менее Ишияу здесь обвиняет царя и его приближённых до такой степени, что называет их властителями Содома, а народ иудейский называет народом Амор. В чём же дело? Почему? На это следует вполне ясный ответ, который впоследствии явился причиной спора между евреями и христианами, особенно протестантами. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, пресыщив я всесожжениями, а вновь и туком откормленного скота, и крови быков, и овец, и козлов не желаю я. Когда вы приходите, чтобы предстоятельнее, кто просит вас топтать дворы мои? Не приносите больше пустого дара, а воскурение мерзость для меня собраний, которые вы собираете в начале нового месяца, и в зубботу не терплю я, беззакония с празднеством. Жертвы ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей, обузуевы они стали для меня, устал я терпеть их. И когда вы протянете руки ваши, я отпрощу от вас очи мои, сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны были крови. Омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших отачей моих, перестаньте творить зло, учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, верно судите сироту, вступайте за вдову. Давайте же рассудимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши красны, как кармазин, то станут белыми, как снег. А если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть. Если захотите внимательнее и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожранными мечом, ибо так извлекли в уста Господа. Как город верный, исполненный правосудия, стал двудницей. Праведность обитала в нем, а ныне убийцы. Очевидно, что хочет стать пророк. Почему он сравнивает, собственно говоря, Иерусалим с Содомом? Иерусалим стал городом, наполненным грехом. Этот грех носит в основном социально-этический характер, то есть это убийство, это грабеж, это подавление слабых и бедных. При этом любопытно, а мы увидим дальше, что в других правосудистских текстах эта линия гораздо более явно выражена, чем у Ишаяу. Все это вместе он называет городом блуда. Город-блудница. В каком смысле город-блудница? В том смысле, что он отпал от Бога. Изменил Бог. И поэтому этот город стал блудным городом, блудницей. На еврейском термин «зона». И поэтому, с точки зрения результата, Израиль действительно не полностью Содом и Амора, потому что Бог пощадил его. Но в то же самое время, по своим поступкам, Израиль, по сути дела, ничем не отличается от Содома и Аморы, а потому Бог отвергает их лицемерные жертвоприношения. Я сказал, что этот текст стал один из текстов, которые явились предметом спора между евреями и крестьянами по поводу необходимости жертвоприношений. Из этого текста, в частности, христианские теологи делали вывод о том, что Бог отвергает жертвоприношения в принципе, они ему не нужны, но, видимо, буквальное значение текста менее радикально. Бог не желает лицемерных жертвоприношений. Он требует, чтобы жертвоприношения приносились чистыми руками. А в тот момент, когда они приносятся руками, наполненными кровью, такие жертвоприношения теряют всякий смысл. В томудическом словаре это обозначается таким очень ярким, лаконичным термином «товэльвэ шэрэц бэээдо» человек, который окунается в миквы и при этом держит нечистое животное в своих руках. У него, естественно, нет ни малейшего шанса очиститься. Таким образом, пророк Ишаяу устанавливает некий то, что, скажем так, то, что Амос говорил непосредственно о Северном Царстве, Ишаяу расширяет, переводит на Иудею, и с его времени, с времени Ишаяу, эта метафора становится неким предметом развития в устав тех, кто пришли после него. Первым из них, на кого мы обратим внимание, был пророк Иермиягу, живший в конце 7-го, в начале 6-го века до новой эры, свидетель разрушения Иерусалима Иерусалима, и храма, то есть, жил примерно через 100 лет после Ишаяу, и он говорит следующее. Здесь есть некоторый любопытный поворот темы. Он не всех, не весь называет Содомом, а кого. Иерусалима Иерусалима, в 23-й главе Иермиягу, пророчество о пророках, которые в Септуагинте называются лжепророками, текст Канаха просто называется Невиим, но очевидно, что это те пророки, которые не посланы Богом. О пророках. Сердце мое рвется во мне, все кости мои содрогаются. Стал я подобен кьянам и подобен мужу, которого одарело вино, из-за Господа, из-за святых слов его, потому что страна полна прелюбодея, потому что скорбит страна из-за ложной клятвы, за шелкой пастбища в пустыне, стремление и их зло и сила их неправды. Потому что лицемерец и пророк и священник, даже в доме моем нашел я злодеяния их, сказал Господь. За это будет путь их, как по скользким местам во тьме. Их толкнут, и они упадут там, ибо наведуя на них бедствие обгадил наказание, сказал Господь. И среди пророков Шумерона видел я бесчестье. Пророчествовали они именем Баала и вбили в заблуждение народ мой израиль. Под Шумероном подразумевается Северная Царствия. Уже не существующая, на самом деле, в тот момент, когда пророчество Итермияу, это уже прошлое для него. Пример, урок, который надо извлечь, и его не извлекают. И среди пророков Иерусалима видел я ужасное. Прилюбодействуют и ходят во лжи и поддерживают злодеев, чтобы никто не отступился от два своего. Все они стали для меня подобны Содому, а жители его подобны Амори. В какой мере то, что описывает здесь пророк Иермияу, происходило в действительности, что здесь является отражением реальных фактов, а что следствие некоторой риторики, риторики инвективного жанра сказать трудно, в какой мере действительно пророки Иерусалима прилюбодействовали и все ли они так себя вели. Но очевидно, что Иермияу хочет сказать, что их ведение в обычной жизни явно не соответствует той претензии, которую они предъявляют, быть посланниками Божьими. И в результате он готов пойти даже на то, чтобы сравнить пророков с Содомом. А жители, которые соблазнены этими пророками, подобны Амори. В каком-то смысле это продолжает линию Иермияу, который говорил о руководителях народа, которые являются Содомом. Здесь это конкретизируется и вообще у Иермияу есть некоторая иерархия власти, которая прослеживается в книге. Он полемизирует как с царями, так и с жрецами, поскольку все время угрожает разрушением храма. Поэтому он постоянно конфликтует с жрецами, с Куаним. и есть пророки Невиим, которые тоже становятся его противниками, те, которые пророчествуют о близком избавлении, пророки мира. Сам Иермияу говорит, они пророчествуют и говорят «Шалом, шалом, вейм, шалом, мир будет мир, но нет никакого мира». Понятно, что большой любовью Иермияу среди своих соотечественников не пользовался из-за таких мрачных пророчеств, из-за такого крайне радикального отношения к тем, кто его окружал. Поэтому неудивительно, что его всячески преследовали, согласно описанному книге Иермияу, в том числе даже пытались предать смертной казни. «Поэтому так сказал Господь воинство пророков, вот я накормлю их полынью и напою их водой ядовитой, ибо от пророков Иерусалима исходит лицемерие на всю страну». Ими словами, пророки, которые лицемерят и произносят ложь, в результате будут напоены ядом и исчезнут. мы подходим к тексту крайне важному и оказавшему очень большое влияние на всю дальнейшую еврейскую теологию, к тексту книги пророка Ихистеля, младшего современника Иермияу. Мы на протяжении нашего курса обращались к Ихистелю. Ихистель был один из тех пророков, который заложил очень много различных направлений в будущем иудаизме. Он фактически основатель концепции воздаяния, личной концепции воздаяния. С другой стороны, Ихистель это пророк, с которым непосредственным образом связываются основы мистической еврейской мистической литературы того, что мы называем сначала Часута Ихалот, а потом Кабала, ведение Ихистеля оказывается основным уртекстом, который изучается в этой связи. Ихистель же был тем, кто развил, он не был тем, кто создал, но он в крайней степени развил так называемую свадебную метафору, в рамках которой отношения между Богом и народом Исраиля представлены как отношения между мужем и женой, и в этом смысле он заложил основы для того, что в последствии станет основой, станет центром, ядром каббалистических представлений об отношениях между Богом и Исраиля, но даже вне каббалы это тоже находит свое отражение просто в еврейском комментарии, скажем, Раши, который не был мистиком и каббалистом, он трактует песню-песню в соответствии вот с этой метафорой, метафорой свадебных отношений между Богом и Израилем, и вот в частности перед нами предстает текст в 16 главе книги Ихистеля, один из ядерных текстов в этом плане, где Ихистеля рассказывает об истории рождения Израиля, о том, как в результате Израиля она, девушка, выросла и стала женой Бога, и как изменила ему и была наказана, и вот мы прочтем отрывок из этого текста, непосредственно нас интересующий. за то, что не вспомнила ты дни юности твоей, возмущала меня всем этим, вот так же и я пути твои на голову твою возложу слово Господа Бога, и не подумала ты раскаяться в гнусностях твоих, под всякие говорящие притчами приведет притча, о тебе сказав, какова мать, такова и дочь. Что же это за мать, мы сейчас увидим. Дочь матери своей ты испытывающая отвращение к мужу своему и детям своим, и ты сестра сестер твоих, проникнувшихся отвращением к мужьям своим и детям своим, мать ваша хитиянка и отец ваш морей. И Хискель это единственный безвестный автор, который утверждает, что Израиль как народ имеет ханаанские корни. Мы привыкли к тому, что Израиль исходной является тем, что отделено от хана, отделено от хана, не географически, а генетически. Израиль, потомок Авраама, Авраам, когда ищет жену своему сыну из хаку, строго запрещает брать ханаанские женщины, им жены, ханаанскую женщину, и впоследствии истории в других книгах подчеркивается вот эта отделенность Израиля от хана. И Хискель единственный автор, который утверждает, что по происхождению своему на самом деле Израиль ханаанский народ, но оторванный Богом от своей родни, которая, кстати говоря, не искала рожденную девочку подкидыша, а родив, бросила, так это описывается в этой главе, отец хитеец, отец Мария и мать хитиянца были беспутными родителями, которые бросили свою дочь. И Бог, собственно, ее подобрал и избрал себе. И вот, но это, так сказать, демилая природа сказывается. И что же мы видим? И сестра твоя старшая, Шамарон, с дочерьми ее, живущая слева от тебя, дочери, видимо, поднимаются города вокруг столицы Шамарона, и сестра младшая твоя, живущая направо от тебя, садом, с дочерьми ее, сестра младшая садом, младшая, видимо, не по возрасту, а скорее просто по размеру. Садом как один город или несколько городов внутри страны Израиля по сравнению со всей Иудеей, младшая сестра. И не их путями ходила ты, и не их мерзости творила ты, этого было мало, было развратнее их на всех путях твоих. Жиды я, слово Господа Бога, разве делала садом сестра твоя с дочерьми ее, что делала с дочерьми твоими. Вот в чем было беззаконие сестры твоей садом, это текст, который мы читали на прошлом занятии. Гордость, пресвещение хлебом, праздность была свойственна ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала. И возгордились они, и творили мерзость передо мной, и я отверг их, когда увидел это. И Шумрон половины грехов твоих не нагрешила и превзошла от их гнусностями твоими и оправдала сестер твоих всеми гнусностями твоими, которые совершила ты. Также и ты неси позор твой, ты, которая осуждала сестер твоих по грехам твоим, которые мне осквернилась ты более их, они правее тебя. И ты также устыдись и неси позор твой, оправдывая сестер твоих. И возвращу я изгнанников их, изгнанников Содома и дочерей ее, тоже в этом смысле Ихискель единственный автор, который говорит о возвращении Содома. Изгнанников Шумрона и дочерей ее, изгнанников твоих между ними, дабы ты несла позор твой и стыдилась всего, что делала в утешении им. Это тоже поразительный Ихискель парадоксалист, поразительный ход мысли. Он возвратит Содом и Самарию, то, что, кстати, конечно, не осуществилось в реальности, вместе с Иудеей, чтобы Иудея все время вспоминала о своих грехах, которые превысили степень грехов Содома и Самарии и стыдилась бы этих грехов. И сестры твои, Содом с дочерьми ее, возвратятся они к началу своему. И Шамрон с дочерьми ее, возвратятся к началу своему. И ты с дочерьми твоими возвратитесь к началу своему. И не была ли Содом сестра твоя, молвой в устах твоих день гордыни твоей. Ты гордилась, ты считала, что тебя уж точно не постигнет судьба Содома. Иерусалим город, избранный Богом, и ему ничего не грозит. Пока еще не было открыто злодейство твое, как во время позора от дочерей Арама и всех окружающих тебя, дочерей пештинских, унижающих тебя со всех сторон. Разврат твоей внушности твоей. Ты несла их слово Господа, ибо так сказал Господь Бог, и я поступлю с тобой так, как поступила ты, когда призрела клятву нарушить завет. И я вспомню завет мой с тобой в одни юности твоей. И восстановлю я с тобой завет вечный. И вспомнишь ты дела твои, и устыдишься, когда примешь сестер своих, тех, что старше тебя, младше тебя, и дам я их тебе в дочери, но не от союза с тобой. И восстановлю я завет мой с тобой, и узнаешь, что я Господь, чтобы вспомнил, а ты и устыдилась, и не открыть тебе в предыста твоей от стыда, когда прощу я тебе все, что ты делала слово Господа Бога. Надо сказать, что весь этот текст, наверное, был бы занятным предметом исследования для психоаналитиков, потому что вот это сложное представление об отношениях между Богом и избранным их народом, которые по возвращении народа изюзнания будут основываться на стыде за свои прегрешения, постоянное преследующее чувство вины, этого мы тоже не унаходим ни одного другого библейского автора. В каком-то смысле Экискель превзошел здесь и Шаяу, и Ирмия вместе взятых своими инвестивами, своими как бы вот этими углубленными психологическими разработками, возможно, в чем-то напоминающими инфернальных персонажей Достоевского. Но возвращаясь к интересующей нас вопросу, Содом появляется здесь не как Израиль, а как тот, кто стоит рядом с Израилем, младшая сестра, чье поведение Израиль повторяет и еще больше усиливает. То есть то, что было, может быть, дано лишь намеком у Ишаяу и Ирмияу не было сказано в явной форме, что грехи, которые совершает Израиль, превышают грехи Содома, здесь это говорится напрямую, и таким образом становится ясно, почему Израиль постигла такое страшное наказание, несмотря на исходную уверенность в том, что Израиль не может, Иерусалим не может быть разрушен. С точки зрения Ихискеля все обусловлено. Праведник говорит об этом в 18 главе своей книги, праведник, который развернулся на 180 градусов и стал злодеем, вся его праведность уходит и он судится по последним своим делам. А вот совершенно другой взгляд на эту же проблему, которую мы находим в книге человека, который, по всей видимости, пережил изгнание, книга, которая со времен пережила разрушение храма, книга, которая со времен септуагинты была приписана пророку Иермияу, и поэтому так и называется плащ Иермияу, а еврейская традиция Иха. Есть немало аргументов, которые противостоят такому утверждению, но для нас важно не авторство, а то обстоятельство, что автор этой книги, оплативая гибель Иерусалима, произносит в частности следующее. Наказание беззакония дочери народа моего превышает наказание за грехи Содома. Тот был перевернут мгновенно, и руки не касались его. Он говорит о том же, о чем говорит Ихискеле, возможно даже в каком-то смысле находится под влиянием Ихискеле, но он говорит это совершенно иной интонацией. Он в каком-то смысле бросает вызов Богу. За что, почему наказание дочери народа моего должно превысить наказание Содома? Неужели мы хуже Содома? А наказание наше было гораздо хуже, потому что, говорит он, Содом был мгновенно перевернутый и исчез с лица земли, как бы скорость этого наказания обусловила его в этом смысле большую легкость, в то время, как наказание Иерусалима длится годами и не кончается. Он описывает те страшные страдания, которым подверглись жители Иерусалима. На зерее ее были чище снега белее молокалики, был краш рубина и стал подобен сапфиру, чернее черного стали лица их не узнать их на улицах, сморщилась на костях их кожа, стал сход как дерево, те, что погибли от меча пронзенные истекшие кровью, были счастливее тех, что погибли от голода из-за недостатка полевых плодов и известный страшный образ Анахи, руки милосердных женщин варили детей своих, были те для них пищи во время гибели дочери народа моего, исчерпал Господь днев и жгнил ярость днева своего и зажег на ционе огонь, который пожрал основание его. Это все продолжается. Автор книги Иха иногда готов смириться и принять наказание, иногда скорбь его столь велика, что он не в состоянии это нести и бросает Богу вызов этот пронзительный крик «За что?». Наконец я представлю вам здесь последний текст из этого первого подзаголовка, который в общем-то является скорее моей гипотезой. Я не могу ее однозначно доказать. В свое время я сказал вам, что согласно книге Хроник, автор, который находился под очень сильным влиянием Мехиспеля, первый храм был разрушен не за грехи царя Минаше, как это сообщается в книге царей, который однако прожил благополучно до глубокой старости, умер в своей постели, не был наказан, а были наказаны последующие поколения. для автора книги Хроник такое неприемлемо последнее поколение несет полную ответственность за разрушение храма и в частности царь, последний царь Хитиял. И вот второй момент, который очень для него важен, что каплей, переполнившей чашу божественного терпения, было недопустимое отношение к пророкам, посланникам Бога, которых преследовали, но которыми смеялись и которых не слушали. Вот как он говорит об этом. «И посылал к ним Господь Бог Отцов и через посланников своих предупреждения очень часто, потому что жалел свой народ и свою обитель. Но они оскорбляли посланников Бога и презирали слова Его и насмехались над пророками Его, пока не поднялся гнев Господа на народ свой, так что не было ему исцеления. И он навел на них царя Халдейского, тот убивал юношей мечом в доме святыни и не исчезлил ни юноши, ни девицы, ни старика, ни глубокого царца, все придал Бог в руку его». И так далее. Так вот, если мы вспомним историю гибели Содома, что, собственно говоря, послужило не причиной уничтожения Содома, но, так сказать, последним поводом. Ведь Бог проверял поведение жителей Содома. Это то, что, когда к Лоту в дом вошли под видом странника ангела Господня, жители Содома окружили дом, потребовали выдачи этих гостей и хотели надругаться над ними, познать их. Автор книги Хроник употребляет здесь тоже слово Малахин. Малахей Элогим. Дело в том, что в эпоху начала Второго Храма термин Малах и термин Пророк иногда выступают как абсолютные синонимы. Вплоть до того, что даже у нас есть книга, пророческая книга, последняя из пророческих книг, которая носит название Малахи, и отсюда возникает имя собственное Малахи, но надо сказать, что в Танахе больше нигде нет имени Малахи. И по предположению многих исследователей на самом деле это вообще не имя собственное, а что такое прочтение является результатом или некоторого недопонимания, или их толкования, но во всяком случае предполагается, что исходно имелось в виду аббревиатура, было написано Малахи, йод, как сокращение, то есть ангел, посланник Господа. Малахи, Ашем. Кто этот Малахи, Ашем? Это в первую очередь сам пророк. В первую очередь сам пророк. Поэтому пророки назывались этим термином. И вот я осмелюсь предположить, это требует дополнительного исследования, я осмелюсь предположить, что хотя автор книги хроники и не называет здесь прямо Содом, он, тем не менее, возможно, не без влияния опять же их из тела, держит это в голове, как некоторый уртекст, как некоторую исходную метафору, поведение жителей Иерусалима подобно поведению жителей Содома, которые пытались натругаться над посланниками Бога. И в каком-то смысле их поведение жителей Иерусалима еще хуже, потому что жители Содома не знали, что это посланники Бога. В то время, как жители Иерусалима знают о том, что это посланники Бога, и тем не менее пытаются надругаться над ними, преследуют их. И это вполне вписывается в ту картину, которую мы только что прочли сейчас у пророка Ихискеля, который тоже говорит о том, что Израиль хуже, чем Содом. Но, чтобы как-то уравновесить картину, я понимаю, что я, наверное, загрузил этими мрачными пророчествами, чтобы как-то уравновесить картину, я все же хочу сказать, что не только Израиль представлен как Содом, но и в той же степени враги Израиля представлены как второй новый Содом. И это начинается опять же уже в Торе в одном из длиннейших текстов в песне Моше Гаазину в 32 главе книги Говорим. Мы читаем следующий текст. Ибо не таков же, как покровитель наш их покровитель, покровитель логов, даже враги наши судей в том, ведь от лозы винограда содомского лоза их из полей аморских виноградин их ягоды ядовитые гроздья горькие у них. Если мы вспомним, пророк грозил пророкам, которых он называл Содомом, тем, что он напоит их ядом. И вот здесь вероятно эта метафора исходит из Азину. Содом и Амора сравнивается здесь с ядом, с горьким виноградом. И поэтому все это является метафорой того, что враги полагаются на покровителей, то есть на своих богов, которые на самом деле приведут только к их гибели. Эта метафора в более конкретном плане продолжается пророками. Я не буду читать сейчас все тексты, а только непосредственно стихи, которые нас интересуют, поскольку время постепенно истекает. Пророк Ишаяу, которого мы упоминали, пророчествует о Вавилоне и о его гибели. Вообще у пророков есть отдельный мотив, отдельная тема, пророчество о других народах. Как правило, довольно мрачное. И вот говорит Ишаяу о Вавилоне так. Ибо «Вавилон краса царств великолепие Асалдеев будет, как Содом и Амора незверженный Богом». Подобные же слова говорит Ирмиягу о Бедоме, о другом врате Израиля, который соучаствовал в разрушении храма, так, по крайней мере, можно понять Ирмиягу из слов пророка Абадии. Он принимал участие, он вступил в союз с Вавилонами, помогал ему. И вот то, что мы... И, кстати говоря, Вавилон и Идом очень часто появляются в паре, как злейшие враги Израиля, как, например, в уже цитированном нами 137-м псалме, где говорится о том, что Кара ждет как Вавилон, так и Идом, эта же пара появляется в книге Иха, и вот Ирмиягу говорит, как после переворота Содома и Амора и соседних городов, сказал Господь, никто не будет жить там, и сын человеческий не поселится там, имеется в виду и дом. Ирмиягу опять же в другой главе пророчествует о Вавилоне, подобно тому, как неизвергнутых Богу Содома и Аморе в соседних городах, сказал Господь, так никто не поселится и не будет жить там, сын человеческий, на этот раз наиболее любопытное, можно сказать, парадоксальное и очень короткое пророчество содержится в книге пророка Сефании, современника, видимо, судя по всему, точно, сегодня и нас нет, но, судя по всему, современника Ирмиягу. Он пророчествует о Моаве и Амоне, говорит так, «Слышал я брань Моава и ругань сыновей Амона, которые бронили народ мой и возвеличивали себя на границах его». С чем это конкретно исторически связано, сказать трудно, то ли подразумевается радость их по поводу гибели Израиля, то ли какие-то местные конфликты еще до падения Иудеи, сказать трудно, «Но вот что говорит пророк «Посему живья слово Господа воин Бога Израиля, что Моав как Содом будет и сыновья Амона как Амора как шорох колючек и соленая код и пустош навеки остаток народа моего ограбитых и оставшиеся от народа моего унаследует это из-за высокомерия их и бы бронились и возвеличивали себя над народом Господа воин». Почему это пророчество историю о Содоме в книге Бересит, то кто, собственно говоря, спасается из Содома? Лодь со своими дочерьми. В результате этого происходит весьма некрасивая история, история инцеста, которая, видимо, укладывается в общую картину Торы по отношению не только к ханаанским народам, а к близлежащим народам. Они все в той иной степени испорчены блудом. Мы видим это в истории Хама, мы видим это в истории Лота и его дочерей, мы видим и в истории самих Содомитян, мы видим это в истории жены Патифара с Иосифом, то есть Египет этому подвержен. Все окрестные народы не имеют представления о том, что такое настоящая семья, правильные отношения, все они блудят. И тем не менее, важно отметить, что Муав и Амон рождаются согласно книге Бития в результате спасения из Содома. При том, что в каком-то смысле они продолжают своим рождением инцестом в чем-то содомскую традицию, но тем не менее они спасены из Содома. Что же обещает им пророк Тафаня, да, и тут надо иметь в виду, что на протяжении всей истории первого храма, как Муав, так и Амон, были врагами Израиля, что описано и в книге Сюди, и в книге Ишмуэля, и далее, они в результате вернутся туда, откуда был спасен их прародитель Лот. То есть они станут Содомом и Амором и погибнут. И в отличие от Израиля, которому, несмотря на все эти страшные пророчества, которые мы читали, все-таки обещается возвращение, даже возвращение в Стигет, как это понимает Экиспель, врагам Израиля такого возвращения уже не обещается. И завершая наш разговор сегодняшний, мы приходим к кое-чему совершенно уникальному, появляющемуся в Анахии один-единственный раз в книге пророка Ирмияу, где с Содомом сравнивается на этот раз не некая общность, не социум, а один конкретный человек, причем в поразительном контексте. Есть некоторое сходство между этим текстом Ирмияу и книгой Иова. Я сейчас не могу за неимением времени вникать в вопрос о композиции книги Ирмияу, о редактировании этой книги, какие тексты принадлежат чему, там есть несколько очень мрачных текстов, которые написаны в духе Иова. Их можно связать косвенным образом судьбой самого Ирмияу, который страдал от преследования своих сородичей, но сами эти тексты никак не связаны с конкретными историями. Так вот, посмотрите, что говорит здесь текст. «Да будет проклят тот день, когда я родился». Это ровно то самое, что говорит Иов. «День, когда родила меня мать моя, да не будет он благословен. Да будет проклят тот человек, что известил отца моего, сказав, родилось у тебя дитя мужского пола. Обрадовал он его радостью великой». Это говорится естественно с иронией здесь. Все эти вещи исключительно похожи на то, что говорится в третьей главе книги Иова, но дальше появляется стих удивительного содержания. «Да будет с тем человеком, то есть тем, кто принес отцу весть о рождении ребенка. Как с городами, которые перевернул Господь и не пожалел о том, пусть слышит он утром в ополе полдень рыдания». И хотя Содом и Амура здесь не упоминаются напрямую, но очевидно, что речь идет именно о них и используется опять же тот самый глагол Афах, города, которые перевернул Господь. То есть человек, принесший весть о рождении, сравнивается здесь с Содомом. Надо сказать, что это, слава Богу, не стало некоторым архетипом еврейского умышления. Как правило, человек, который приносит весть о рождении ребенка, сравнивается не с Содомом, а если вообще с тем это сравнивается, то отнюдь не с Содомом, а наоборот с чем-то исключительно хорошим и радостным. Но здесь человек обладевает отчаяние и он говорит в результате такие страшные вещи. Повторю, и не хочу заканчивать горьким образом, естественно, это, впрочем, из Недолеова, которая скрывает какие-то очень глубинные и тяжелые пласты человеческого существования, все-таки не является каким-то доминантным миросозерцанием иудейской веры, иначе бы все-таки эта вера зиждилась бы исходно на мрачном отчаянии. А в конечном счете она представляет собой ориентир, который ведет принятие жизни в конечном счете, несмотря ни на что, как дару и как радости. Последняя минута, и мы на этом завершаем, почему Содом был выбран на эту роль, я думаю, что на самом деле вы сами можете вполне ответить на этот вопрос. Сам по себе факт, что есть некоторая персона, в данном случае город, который играет такую типологическую роль, неудивительно, потому что, как я уже сказал, типологическое мышление вообще свойственно древним текстом в целом и Танаху в частности. Но почему именно Содом, я думаю, каждый из вас может вполне адекватно ответить на этот вопрос, почему Содом стал фокусом, прототипом греха, грешника, грешного города, и именно он сравнивается, с ним сравнивается Израиль, а не, например, поток. Казалось бы, поток первая катастрофа, Содом вторая, но тем не менее о потопе не говорят, а Содоме говорят. Почему? Может кто-то под занавес предложит ответ? Исменно, устно, никто не хочет ответить, попытаться. Я боюсь, что я всех так подавил этими мрачными пророчествами, что люди не решаются ответить. Ну, в общем-то, как бы, вы знаете, что? Я вам оставлю это в качестве, что называется, домашнего задания. Мы вернемся к этому в начале следующего занятия. Почему все-таки Содом? И это после чего мы перейдем к следующей теме. Наверное, потому что от Содома спаслись несколько мне написали. Возможно, это один из вариантов ответа. Но и в случае потопа спасся Содома Содома ближе во времени. Возможно, но насколько он ближе. Ближе, это верно, но я не уверен в том, что это главная причина. В следующий раз с вами будем заниматься книгой пророка Юны, которая непосредственным образом и крайне парадоксально связана с Содомской историей. Мы прочтем книгу Юны в свете сравнения с Содомской историей. это будет первое занятие после того, что мы ответим на вопрос «Почему Содом?» А может быть мы в процессе ответим на вопрос «Почему Содом?» А второе занятие будет завершающим итоговым и я тоже припошу некоторый сюжет уже не связанный с Содомом. Для тех, кто позденил немножко позже, я еще раз объявляю, что в следующий раз у нас состоится двойное полуторачасовое занятие, оно же и последнее, поскольку через неделю 26-го я не смогу преподавать, поэтому следующая неделя последняя. Вот я благодарю вас за внимание, если никаких замечаний, вопросов нет, то спасибо всем. Вопросов не вижу, замечаний пока не вижу, так что Натан будем завершать. Простите, я не понял, вы говорите, что в Содом пришли пророки, а не ангелы? Нет, этого я как раз не сказал. В Содом пришли пророки, пришли ангелы. То, что я сказал, что в эпоху второго храма пророки начинают называться словом малахин, не только привычным словом малахин. Вот если я перевожу, то есть я почитаю вам на еврике текст, который появляется в книге хроник, который я вам прочитал в переводе, то там написано так. Байшлах адунай луге авутэгем алейхем бияд малахам ашкем бешалох. Он посылал им предупреждение своими посланниками, ведь малах ангел буквально обозначает посланники. И дальше в следующем стихе это появляется в параллеле со словом навеим. И они обижали посланников божьих у воззим двора и относились с привлением к его словам у метаатлин бин и виад или плохо относились к пророкам луга. То есть пророки и ангелы это параллельные понятия, но это в эпоху второго храма. В Торе подразумевается просто ангелы, небесные фигуры, но я просто предположил, что автор книги-хроник, используя полисемию или двойное значение слова мал-ах в его время, мог намекнуть таким образом на садомскую историю. Больше вопросов нет? Тогда Натан, мы завершаем. Да, посмотри в чате, ты видел, да? Так я ответил. Все, всем до свидания, спасибо, встречи на следующей неделе. Да, я только добавлю, но про это тоже будет, конечно, сообщение о том, что в следующий раз у нас будет сдвоенная лекция. Я приглашаю всех использовать возможность форума задавания вопросов и так дальше. Пожалуйста, все записи прошедших лекций, они стоят на странице курса. Воспользуйте форумом для того, чтобы лектор смог на последней лекции ответить на вопрос, если у кого-то таковые есть. Все? Всем до свидания. Окей, счастливо, до свидания. Продолжение следует...